Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с официальным визитом во Францию. Новые акценты внешней политики нашего государства чётко расставлены. Политики направлены на установление взаимовыгодного конструктивного диалога с зарубежными странами на основе принципов обеспечения взаимных интересов, доверия, уважения и открытости. Приоритеты сотрудничества Узбекистана и Французской Республики – интенсификация контактов, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сближение народов, объединяют которые страницы истории, караванных троп, великого шёлкового пути и новое, современное, прогрессивное видение того, как задействовать потенциал двух дружественных стран в полной мере. Да, конструктивная, взвешенная политика президента Шавката Мерзиёева позволяет сегодня, отмечает ведущие зарубежные эксперты-аналитики, выстраивать новую архитектуру взаимоотношений. И Узбекистан, и Франция со своим солидным экономическим, инвестиционным, транспортным, социокультурным, туристическим потенциалом намерены активно развивать контакты не только на межгосударственном уровне, но и межрегиональном, активизировать диалог бизнеса, науки, образования, культуры, инвестировать в человеческий капитал, сделать всё, чтобы простые люди стали ближе. А данный официальный визит президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в эту страну по приглашению президента французской республики Эммануэля Макрона называет событием историческим, нацеленным на углубление партнёрства, установление ещё более тесного политического диалога. 8 октября 2018 года. Международный аэропорт Орли. Здесь торжественно встречали высокого гостя, президента республики Узбекистан, прибывшего с официальным визитом в Париж. И за разница во времени между Ташкентом и Парижем в три часа основные события первого дня официального визита президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева во французскую республику состоятся позже. Это встреча с генеральным директором ЮНЕСКО, председателем Сената и руководителями крупнейших французских компаний. Переговоры высокого уровня состоятся завтра. Сергей Алибаев, Джавдат Рахамбердыев из Парижа.